Всем привет! Сегодня поговорим о нестандартной гармонии, то есть додекафонии, которая не имеет модальных зависимостей, ну и впрочем, не гармонична сама по себе. Сто лет назад данные аккордовые сетки воспринимались бы людьми как чистая какафония и антимелодизм. Ну, потому что данная структура смены аккордов не подчиняется ни классической гармонии, ни модальной гармонии. Данный метод создания аккомпанемента можно описать одной фразочкой. Я художник, я так вижу, отвалите все. Если мы накидаем аккордов рандомно, вне модальной или классической сетки гармонии, то это уже будет додекафония. Хотя признаки модальности все-таки остаются, потому что это все проводится через призму прекрасного самого композитора. Когда композитор определился с аккомпанементом, встает острый вопрос, как же это все обыгрывать. Возьмем простенький додекафонический аккомпанемент, который может накидать себе каждый. Например, большой мажорный соль. И затем идет в малую терцию к нему большой мажорный си-бемоль. В модальной или классической гармонии аккорды друг к другу так стоять никогда не будут. Дальше сменим функцию у си-бемоль мажора, делаем у си-бемоль минор, малый минорный септаккорд. И далее ре минорный септаккорд, который будет стоять в большую терцию от си-бемоля. Что тоже как бы ничем не описывается. Но я художник, я так вижу. Сверху накидать какие-нибудь джангловые барабаны и все зазвучит. Как будто вы сходили в пятерочку и закупаетесь продуктами. Когда аккомпанемент готов, нам нужно провести мелодическую линию. И тут нам в помощь идут лады народной музыки. Зная, что большие мажорные септаккорды строятся по ионийскому или лидийскому ладу, мы сами себе выбираем, каким ладом их озвучивать. Дальше минорные аккорды. В джазе в основном дарийский лад. Да, но мы можем использовать и алийский, а можем использовать и фригийский. Как мы это увидим? Как будет диктовать нам наше чувство прекрасного? В данном случае я просто предложил бы связать эти аккорды мелодической линии в виде их же арпеджио. Но в данном случае я не буду чисто вертикально играть это арпеджио. Я его разбросаю по всему грифу. То есть первый аккорд соль мажор. И мы пошли. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Дальше у нас второй аккорд. Я решил, что я не буду делать туда-сюдашечки по арпеджио. Поэтому нисходящее движение у нас придет в смене септаккорда на большой мажорный си бемоль. Мы закончили нотой фа диез. И ближайшие какие-то ступени си бемоля. Это семерочка, которая будет являться ля. И в общем-то си. И можно скачочек сделать в виде большой терции. И связать эти два аккорда. Дальше у нас с этой же ноты начинается малый минорный септаккорд. И мы можем опять пойти по арпеджио малого минорного септаккорда наверх. По той же ритмической структуре. И прийти в ре минор сеп. Но мне важно прийти, чтобы вся формула вот этого арпеджио сохранялась. Здесь я все-таки сделаю большой скачок. И получается второй аккорд связан вот таким вот образом. Вся конструкция будет звучать примерно таким образом. Далее формулу этих арпеджио можно разбавить тонами тех ладов, по которым строятся эти септаккорды. И поиметь какие-то краски. Пробуйте, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, там жмакайте колокольчик, там подписывайтесь на бусти. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok